Ракетная система залпового огня Марс-2. Третий брат длиннорукой семьи МЛРС. В начале августа 2022 года Германия поставила Украине три реактивных установки залпового огня Марс-2. В кругу экспертов их называют третьим братом из длиннорукой семьи МЛРС М270 и Хаймерс. Немецкая реактивная система залпового огня Марс-2 предназначена для уничтожения скоплений живой силы и техники противника, артиллерийских батарей, средств ПВО, командных пунктов и узлов связи на расстоянии от 32 до 300 километров. Система также может создавать минные поля посредством дистанционного минирования. В 2005 году на вооружение США поступила модернизированная версия МЛРС под обозначением М270А1. Это РСЗО получила новую систему управления огнем, позволявшую использовать корректируемые реактивные снаряды линейки GMLRS. На основе М270А1 были созданы новые модификации. К примеру, Великобритания получила вариант М270Б1 с некоторыми специфическими особенностями. В начале 2010-х годов свой вариант МЛРС представили Германия, Франция и Италия в лице компаний КМВ, Эрбос и так далее. На вооружение Бундесвера он поступил под названием Марс-2 Митлерес Артиллерий Ректенсистем Цвай. Французская армия использует обозначение ЛРУ, Лансерак ВТС Анитавайр, а в Италии применяется индекс МЛРС-Ай МЛРС-Импруфт. Производство Марс-2 ЛРУ МЛРС-Ай осуществлялось путем перестройки наличных изделий М270 с заменой необходимых агрегатов. С начала прошлого десятилетия Германия обновила 40 боевых машин из 158 имевшихся. Италия и Франция модернизировали весь свой парк МЛРС-22 и 13 единиц, соответственно. Теперь список эксплуатантов пополняется украинской армией. Ракетная система залпового огня Марс-2 выполнена на основе готового изделия М270. Она сохраняет исходный облик и архитектуру, а также все основные узлы и агрегаты. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Европейский проект предусматривает сохранение существующего шасси со штатной силовой установкой и ходовой частью. На РСЗУ для Германии и Италии внедрена новая автоматическая система пожаротушения. В соответствии с нынешними экологическими нормами, она использует сжатый азот. Базовый вариант М270 имеет гидравлические приводы пусковой установки. Для Марс-2 ЛРО МЛРС и компании КМВ разработан комплекс электроприводов Феллбс. Такие приводы имеют более высокие рабочие характеристики и живучесть, а также проще в обслуживании. Главное отличие Марс-2 от исходной МЛРС кроется в европейской системе управления огнем и ФСС разработки компании Эрбос. Эта система обеспечивает применение ракет семейства GMLRS с дальностью около 90 километров со спутниковой коррекцией. При этом номенклатура боеприпасов искусственно сокращена. Страны разработчики подписали конвенцию по кассетным боеприпасам, и поэтому и ФСС не позволяют применять ракеты с таким оснащением. Марс-2 способна использовать корректируемые снаряды линейки GMLRS. Это увеличивает рабочие дальности и точность попадания. В то же время, возможно использование только ракет с моноблочной боевой частью. Такие заряды мощнее суббоеприпасов для кассетных боевых частей, однако не позволяют накрывать крупные площадные цели. Соответственно, в ряде случаев Марс-2 проигрывает в эффективности другим версиям М270, но это не значит, что они менее эффективны при нанесении точечных ударов по командным центрам и складам противника. РСЗО Марс-2. Характеристики. Пусковая установка смонтирована на базе американской БМП М2 Брэдли. Комплектуется неуправляемыми ракетами калибра 240 мм, либо корректируемыми по GPS. Экипаж системы залпового огня Марс-2 насчитывает три человека. Предусмотрена система коллективной защиты. Вес ракеты – 107-159 кг. Дальность стрельбы – от 32 до 300 км, в зависимости от боеприпаса. Скорострельность – 36 снарядов за 18 секунд. Ракетная система залпового огня Марс-2 способна поражать. Технику противника. Артиллерийские батареи. Средства ПВО. Командные пункты. Склады боеприпасов. Логистические узлы. Стоимость этой системы составляет порядка 2,3 миллиона долларов, в зависимости от комплектации. Дополнительная особенность – возможность дистанционного минирования больших площадей.